Cyberpunk 2077 выходит уже на этой неделе и многие геймеры уже сейчас имеют доступ к данному продукту, так как пользователи со всего мира начали получать свои версии дисков раньше официального старта, а ПК игроки уже вовсю играют во взломанную версию киберпанка, которая висит на всех торрентах. И в данный момент у многих стоит острый вопрос о играбельности релизной версии игры, в частности на консолях предыдущего поколения, таких как Xbox One и PlayStation 4. И особенно это касается стандартных версий этих консолей. И ранний геймплей уже начал всплывать и в данном видео я хочу рассказать про свои впечатления от состояния игры судя по первым слитым кадрам и того, как игра работает на этих консолях. Приятного просмотра! Киберпанк одновременно выходит на множество игровых устройств, начиная с двух поколений консолей с разными их вариациями и заканчивая ПК рынком с разными производителями видеокарт и процессоров. И если за версии для ПК игроков и пользователей, у которых уже сейчас есть консоли нового поколения, я думаю можно не переживать, так как например некоторые журналисты отмечают, что к примеру на серии SX игра уже работает отлично в 60 кадров с хорошей картинкой, а наполненность мира NPC и трафик их действительно впечатляет. И хотя глава разработки Кибербанка утверждает, что игра также работает отлично даже на первых версиях Xbox One и PlayStation 4, я уверен, пользователи этих консолей все равно переживают за то, каким образом игра будет выглядеть и играться на их устройствах. И я уже видел утечки с первыми кадрами для консолей текущего поколения, поэтому давайте их обсудим. И сразу хочу сказать, что мне удалось выцепить небольшие отрезки геймплея с версии для PlayStation 4. Сейчас подобные видео очень быстро удаляются везде, а разрешен исключительно официальный игровой процесс, и соответственно выставлять в данное видео именно слитый игровой процесс я не буду, так как это грозит серьезными проблемами и нарушением авторского права на публикацию какой-либо информации по игре до ее официального релиза. Но я думаю, что вот пару скриншотов, которые я успел выцепить, ни на что не повлияют и ни к чему плохому не приведут. В общем, что я хочу сказать про игру в версии для PlayStation 4. Она выглядит на достойном уровне, если учесть какое железо установлено в консоль. Даже с тем учетом, что видео, которое я смотрел, было пережато в качестве при выгрузке, тем не менее, видно, что игра неплохо смотрится. Модельки, NPC и в целом город выглядят, как я сказал, на очень достойном уровне, особенно если учесть масштабы игры. Что касается трафика, то версии для PlayStation 4 он небольшой, а улицы практически пустые, и это расстраивает. Но стоит учитывать, что данная версия игры работает на железе, которое устарело еще на момент выхода в 2013 году. И большая часть настроек графики, я уверен, выкручены на минимум. Особенно это касается того, что потребляют ресурсы процессоров. Ведь процессоры на консолях предыдущего поколения были дохлыми. И по сути, то в каком состоянии находится сейчас игра, и то, какую картинку удалось выжать из этого железа, то это просто чудо. По-другому я это назвать не могу. Но стоит отметить, что источник данного видео не указал, на какой версии PlayStation 4 был записан этот геймплей. Это может быть версия как для PlayStation 4 Pro, так и для стандартной. Если это стандартная PlayStation 4, то это чертовски хороший результат. Ведь учитывайте, что это игра с многоуровневым геймдизайном в открытом мире. Но опять же, это чисто мое мнение, и оценивать картинку должен каждый сам для себя. И хоть геймплея с оригинального Xbox One я почему-то не встретил, и сейчас мне трудно сказать, в каком состоянии находится игра конкретно на данной консоли, ведь слитого геймплея я не видел. Но немного покопавшись, я смог найти другие скриншоты, с версии для PlayStation 4, с багами. И правда, эти скриншоты в дико шикарном качестве, но на них можно рассмотреть очевидные визуальные проблемы, которые периодически можно встретить в игре. Как я сказал, не обращайте внимания на дикое мыло, и не думайте, что картинка будет такая мыльная на Xbox One, или там на стандартной PlayStation 4. Просто других скриншотов с подобными багами я не нашел, а их будто специально пережали, и изображение находится на уровне 240 или 320p, что само собой не может являться правдой. Тем не менее, как я сказал, тут можно разглядеть очевидные проблемы с графикой. И я не думаю, что игра специально так оптимизирована, потому что железо не вытягивает. Скорее всего, это является специфичным багом, и скорее всего, это версия игры, которая работает без последнего патча, который некоторые журналисты, в отличие от простых игроков, уже получили. А вот эта версия с данным багом, я думаю, без патча. Но, безусловно, и не стоит отбрасывать вариант, что патч не сможет вылечить все, и нечто подобное, что на старте можно будет встретить периодически. И это определенно может помешать погружению в атмосферу, поэтому имейте в виду, что игру еще ждет много патчей впереди. Но, тем не менее, проект является абсолютно играбельным даже на стандартных консолях этого поколения. Это очевидно. Ведь если PS4 запускает эту игру без проблем, то и Xbox One будет это делать точно так же, только в более низком разрешении. И если такая проблема будет действительно иметь место быть в финальной версии игры, то нельзя утверждать наверняка, что это не затронет все платформы. В общем, сейчас трудно о чем-то говорить, но в целом общая картина сейчас лично для меня выглядит отлично. И могу сказать одно точно, если отбросить вот эти вот скриншоты, то тот отрезок видео, который я видел, с чистым 20-минутным геймплеем для версии PS4, то игра работала достойно, и каких-то подобных проблем я там не видел. Ну а про ПК с хорошими характеристиками и новое поколение консоли уж точно переживать не стоит. Игра будет летать, единственное, что патч для версии под новое поколение консоли завезут только в 21-м году. И это, блин, расстраивает. Но если принять вам внимание, на какое количество устройств эта игра разрабатывалась в условиях пандемии, то CD Projekt Red можно простить многое. Главное, чтобы сама игра была интересной и увлекательной. И самое главное, проработанной в лучших традициях этой студии. А остальное можно поправить патчами. Ведь если игра изначально сделана неинтересно, то тут ни производительность, ни красивая картинка не помогут. В общем, такая информация, которую я смог найти. И вот такое мое мнение, которое я составил из увиденного и того, что пишут журналисты про разные версии для разных платформ. Играть ли в эту игру на старте или нет, решать только вам. А лично я заскочу в этот проект в ту же секунду, как откроется доступ к игре. И надеюсь, видос вам понравился и был полезен. Подписывайтесь и до встречи на новых видео. Пока!